коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня в продолжении темы структур движения цены и разбора отдельных ее элементов разберем наверное самую простую модель слома несколько важных моментов на что необходимо обращать внимание мы не ищем модели слома в середине движения то есть если мы рассматриваем какой-то торговый диапазон и цена находится там не у границы то мы не будем искать разворот разворота неплохо работают на младших таймфреймах если мы торгуем например ложнопробойной информации по старшим таймфреймом то есть на дневке мы ожидаем ложный пробой а если заглянем внутрь этого движения то довольно таки часто происходят слома именно на младших таймфреймах которые впоследствии перерастают в какие-то такие среднесрочные хорошие направленные движения плюсы данного подхода короткий стоп лосс интро дей входы повышенный объем так как коротенький стоп и потенциально существенные движения работает на абсолютно любых таймфреймах если мы смотрим слома на дневке можно обратиться каким-то крепким недельным уровнем либо месячным и от них плясать и потенциал движения будет существенно если мы рассматриваем скажем часовые какие-то экстремы сломы будем искать там на 5 минутки на минутке да будет шумно какие-то огрехи можно там будет допускать то есть более лояльно относиться и потенциалу необходимо тоже присматриваться если мы будем смотреть слом на минутке то и какое-то контр трендовое движение либо это будет там более глубокий какой-то внутренний откат движение все-таки будут маленькие поэтому сломы m15 и выше и места поиска сломов это границы широких диапазонов сильные дневные уровни какие-то хвосты паранормальных баров где-то потенциально неплохие точки входа начнем схематично как обычно стихами заговорил всегда отталкиваемся от уровня например давайте пример будет на сломе шартового движения поэтому и разберем шартовое движение есть какое-то нисходящее движение в окончании этого движения есть несколько краеугольных точек вокруг которых и происходит слом первое на что необходимо обратить внимание это на движение правильные откаты после откатного движения мы можем уходить там пробойную плоскость относительным уровнем и возвратная формация до моделька слома будет формироваться следующим образом к границе отката с которым мы делаем перелой и обновляем предыдущий экстремум к этой границе мы впоследствии подходим подтверждаем ее касанием либо может быть ложным пробоем и после этого у нас формируется наша моделька поджатия то есть мы работаем относительно дневного уровня ложный пробой хотим работать внутри этого бара будем смотреть пробойные точки входа для того чтобы изыскать возможность постановки короткого стопа данном случае у нас граница отката оказывается в предпробойной плоскости выше дневного уровня и на возврате после подтверждения формируется что-то предпробойное это может быть моделька поджатия это может быть узкая наторговка какая-то самое главное чтобы мы понимали где можно поставить коротенький стоп и поработать контр тренд на что необходимо здесь обратить внимание если данный уровень образуется слишком близко к дневке то это будет плюсом так как можно будет спрятать стопик за дневной уровень ну если это какая-то формация будет совсем в экстремуме то можно будет прятать стоп лосс за самый хвост тем самым обеспечить наибольшее как бы выживание для сделки необходимо также отметить что при работе контр тренд наша задача изначально не забирать все движение целиком а в контр трендовом движении которое по сути является для нас лишь откатом изначально то где закончится откат мы не знаем мы можем прицелиться на какие-нибудь точки излома локальные слева и относить на них посмотреть невозможные наши места для постановки первоначального тейк профита ну и примерчик из графика обязательно есть имеем да нисходящее движение у нас обновляются экстремумы вниз и понижаются хай также в какой-то момент с точкой с которой был сделан последний импульс сформировался откатик с которым мы не поехали дальше то есть не происходит то что должно происходить в трендовом движении после этого цена подходит к откату формируя подтверждение касанием и после этого узкая торговка и импульсное движение на возврат логика стандартная для данного типа сделок если движение там происходит нисходящее как в примере и здесь набираются продажи 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 и в какой-то момент цена не не может обновить экстремум и происходит возврат большинство участников ну либо достаточное их количество для того чтобы вызвать то самое импульсное движение расположить свои стоп-лоссы за последним откатом с которым мы сделали перелой если здесь есть касание либо неглубокий ложный пробой и после этого мы не получаем продолжение то есть более глубокий ложный пробой будет являться глубоким откатом так как мы уходим закалывая на предыдущую границу отката и с этой точке мы обязаны делать перелой если нет и цена формирует какую-то формацию на поджатие выход в пробойную плоскость локальную все равно будет вызывать срабатывание стоп-лоссов и если здесь какое-то трендовое движение сформировано с своими внутренними откатами то есть кто-то стоп-лосс стоит здесь кто-то здесь кто-то там чуть выше и вот этим вот импульсом мы собираем абсолютно всех наша задача изыскать точку входа с возможностью постановки короткого стопа и тогда можно пробовать забирать первичный импульс на что ориентироваться в данном случае там ориентиром может выступать например зеркальная плоскость как мы к ней будем подходить быстро что после этого будет происходить опять-таки по логике ложного пробоя когда мы тестируем какую-то зеркальную плоскость это должно вызывать реакцию если реакции нет инструмент проходит дальше плюс закрепляется можно пробовать удерживать позицию дальше тем самым сопровождать экстрем обозначили после экстрема сформировали откат вот наши две границы относительно которых работаем что происходит дальше там при последующем подходе опять у нас нет реакции можно тем самым переносить позицию дальше локальная точка входа с очень коротким стопом потенциально неплохое движение и хороший профит используйте стоп лоссы удачи всем до связи пока пока